Советские грузовики имели большие отличия по внешности, если в сравнение привести аналогичную зарубежную технику тех лет. Конструкторы хорошо постарались, чтобы упростить их в обслуживании и добавить больше ресурса к эксплуатации. Даже сегодня эти грузовики стоят на боевом дежурстве в российской армии. Большие по габаритам, они разрабатывались не только для сложных дорог и труднодоступных мест. У них есть также большой стратегический потенциал. В списке таких грузовиков находится и Урал 4320 с высокой проходимостью. В 1977 году на заводе в Миасе стартовал выпуск этой техники, который продолжается и в наше время. Этот трехосный грузовик наделен полным приводом. Под его капотом находится 11-литровый мотор на 200 лошадиных сил, работающий на дизеле. На 100 километров пути требуется 50 литров топлива. Ресурс работы такого двигателя равняется приблизительно 400 тысячам километров. Топливный бак рассчитан на 360 литров. Трансмиссия работает на механике в паре с раздаточной коробкой передач. Рычаг переключения передач размещен в полу. Основная трансмиссия имеет пять передач. При своих габаритах 7,3 метра в длину, 2,7 метра в высоту и 2,5 метра в ширину грузовик весит 15 тонн. Урал 4320 может взять на себя груз до 7 тонн и дополнительно тащить прицеп с общим весом 11,5 тонн. Такая мощная техника хорошо сочетается для перевозки личного состава, грузов и оружия. Сегодня грузовик Урал 4320 продолжает выпускаться. Замену ему найти пока не могут, да и зачем ее искать? Когда грузовик отвечает всем необходимым требованиям, его можно только улучшать, двигаясь в сторону современных технологий. Если вам есть что добавить, пишите в комментариях под этим выпуском. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...